В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 64-е заседание. Народные избранники рассмотрели проект бюджета на 2023 и плановый период 2024 года. Несмотря на сложную ситуацию, доходная часть областной казны пополнилась на 4 миллиарда рублей. Главной темой заседания стало рассмотрение проекта закона об областном бюджете, который внес губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Все основные параметры детально обсуждались с членами правительства и депутатами профильных комитетов на заседаниях бюджетной комиссии, начиная с этапа планирования. Особенность бюджета этого периода в том, что он формируется в сложных условиях проведения специальной военной операции. Депутаты проголосовали по доходной части областного бюджета. Расходная часть областной казны на 2023 год сформирована в сумме 88 миллиардов рублей. Таким образом, региональный бюджет получается дефицитным. Вместе с тем, все его основные параметры соблюдены. Деньги заложены на все социальные гарантии и обязательства. Это государственные программы, это отрасли, это все необходимые приоритеты с точки зрения народной программы, партии, населения, которые мы должны и обязательно заложим в бюджет 2023 года до второго чтения. Фракция в Государственной Думе Единой России уже внесла в федеральный бюджет конкретные поправки, которые увеличивают доходные части по самым различным отраслям. Прежде всего, в сфере АПК, социальной политики, волонтерского движения, молодежи. Фракция ЛДПР в законодательном собрании видит и предлагает несколько путей пополнения областной казны. В их числе, развитие областной кооперации, которая позволит создать новые рабочие места и оборот продукции внутри Ульяновской области. Говоря о доходах, мы все прекрасно понимаем, что больше тратить, нужно больше зарабатывать. И фракция ЛДПР видит следующие пути наполнения региональной казны. Необходимо повышать заработные платы. Здесь логика простая. Повышаем заработные платы, повышаем НДФЛ. Также мы считаем, что необходимо региональному правительству усилить работу по выводу из серых зон и обелять заработные платы. Председатель областного парламента Валерий Малышев назвал бюджет 2023 года сложным из-за непростых условий, в которых сегодня оказалась наша страна. Вы посмотрите, что предшествовало. И ковид, и санкции, и потери предприятий, которые давали солидную сумму в наш бюджет. Мы же потеряли много предприятий, они ушли у нас с рынка. Это ведь надо учитывать. А потом непредвиденные расходы в связи с известными событиями. Они же тоже ниоткуда эти деньги не приходили. Тяжелый, тяжелый, тяжелейший бюджет. Несмотря на то, что формировать законопроект пришлось в сложных условиях, финансовый блок с этим справился, сохранив основные социальные гарантии и социальную направленность главного финансового документа региона. Доходы областного бюджета на 2023 год определены в сумме 81 млрд 406 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 60 млрд 460 млн рублей. Прогнозные показатели больше первоначально утвержденных плановых значений на 2022 год на 5 млрд 556 млн рублей или 10%. Финансовая помощь из федерального бюджета в данной редакции проекта закона предусмотрена в сумме 20 млрд 946 млн рублей. После длительных обсуждений доходная часть областного бюджета была принята в двух чтениях большинством голосов. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.